Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас заказ Фаберлик по 17 каталогу. Вот такая вот большая коробка, прям огромная и очень тяжелая, много новинок. Итак, поехали! Открываю по традиции вместе с вами. Заказ у меня здесь где-то на 51 с чем-то балл. Скорее всего будет еще один заказ, потому что многих новинок не было в наличии. Такие мне хотелось, а мне хотелось многие. А сейчас они вроде как потихоньку появляются на складе, поэтому скорее всего будет еще один заказик. Вот так у нас тут все с вами упаковано, но в этот раз что-то прям накидано. Обычно как-то Фаберлик он получше. Ну, давайте смотреть. Вы меня знаете, я блогер, объективный пользователь косметики Фаберлика. Еще на момент начала действия каталога не была настроена у меня акция VIP. Меня это крайне расстроило, потому что я хотела из дорогой новой линейки взять по VIP. Акции один продукт, один продукт по лайк. Как бы и получилось тогда достаточно выгодно, достаточно нормальная, объективная цена. Но мне ее настроили только вчера, во вторник, поэтому я очень расстроилась. Ну и скорее всего буду делать еще один заказ, чтобы акцией воспользоваться и приобрести новинки. Расстраивает. И вот такие вот косяки, они начались после присоединения биоси. Компания, видимо, не справляется с такой большой нагрузкой. Это расстраивает, на самом деле расстраивает. Я так не люблю. Я привыкла за три года, что в Фаберлик там все отточно, все отлажено. И система доставок, и никаких косяков пролитых, разбитых флаконов и так далее. И все акции всегда работают вовремя, в первый день действия каталога, в отличие от других компаний. Поэтому я, конечно, немножко расстроена, но ничего страшного, я надеюсь, скоро все у нас наладится. Первое, что покажу. Заказала краску Фаберлик Эксперт Колор, две штуки в оттенке 7.3. Это у нас с вами относительно новый цвет в этой линейке. Это пряная корица. Он сейчас у меня на волосах. Похоже? Нет, не похоже. Потому что пряная корица, я так думаю, она не должна уходить в такой вот рыжеватый цвет. Она должна уходить, мне кажется, в слегка тепленький такой, кофейный, не кофейный. Ну как объяснить, с красной ноткой, с легкой красной ноткой. Мне кажется, корица, по крайней мере, так выглядит, да? Но по факту он получился вот такой. Будем скоро с вами красить, потому что корни уже отрастают. Мне понравился цвет, он действительно красивый, да? Вы тоже его заценили, часто спрашиваете, что за краска. Это Фаберлик Эксперт Колор, оттенок 7.3. Артикул 180.16. Поехали дальше. Снова в моем заказе два шарика. Ксюша понравилось, Ксюша их любит, да? Бурлящие шары мы подробно обозревали с вами в ролике. Тестирую новинки 16-го каталога. Кто не видел, все ссылки актуальны на все ролики под видео всегда. Первый у нас с вами сочный мандарин. Он действительно сочный мандаринчик, да? И они хорошо пе... Не пенец, они хорошо бурлят, они хорошо шипят. Функцию свою они выполняют. Артикул 27.35. А вот лимонный бум, да, это у нас серия Lovely Moments, он почему-то из упаковки пахнет ванилью, освежителем для машины ваниль, да? А вот только когда его запускаешь в воду, здесь есть, кстати, вкрапление, как будто орешки хочется куснуть на самом деле. 27-34 артикул. А когда уже запускаешь в воду, тогда чувствуется лимон, да? Тоже, когда тестировали, мы с вами все это выяснили. Дальше опять у меня бесконечное количество детских салфеток, потому что они меня устраивают во всем, абсолютно. 0 плюс 50 штук, артикул 17.98. Салфетки хорошие, хорошо очищают. Я их очень люблю. По-моему, у меня 5 штук в этот раз в заказе. Каталог короткий, 5 штук мне хватит. Каталог двухнедельный, девчонки, не забывайте. Вот как выглядит салфетка. Они очень хорошо пропитаны, они тянутся, ткань мягкая. Аромат, как у всей у этой линейки. Кто-то говорит, что аромат этой линейки им напоминает какашки. Но все-таки может быть. И такое. Но у меня просто вот эта линейка вызывает ассоциации какие-то чистоты, свежести. Не знаю, что еще хотела по салфеткам сказать. Забыла, поехали дальше. Так, что это у нас? Это у нас с вами, по-моему, помадка, девчонки. Да, жидкая матовая помада. В обзоре каталога я вам говорила, как я ее люблю. Просто обожаю. Любовная моя любовь. Она похожа на помаду Vivienne Sabor по качеству. Она действительно матовая. У нее матовый финиш. Но в то же время она такая бархатистая, кремовая. Потом она принимает на губах ваших матовый финиш. И держится, ну, скажем так, перекус выдерживает. И сходит равномерно она. Вот я ценю это в матовых помадах. То есть в течение дня можно обновить. Никаких проблем нет. Я заказала оттенок 404-62. Я не помню, если честно, как он называется. Но он мне близок. Я вам все просвочу, все покажу. На губах, к сожалению, не покажу. Будете на свочи ориентироваться. Но у меня, во-первых, и татуаж, и сейчас на губах тинт. Стереть его будет очень проблематично. Поэтому будем с вами ориентироваться на свочи. Здесь очень удобная кисточка. Она немножко такая скошенная. Очень удобно и здорово прокрашивать губки. Да? Поверх этого тинта она вообще будет шикарно смотреться. Да, девчонки? И она достаточно стойкая. Вот сейчас она выглядит как кремовая. А сейчас она схватится. Ой, как красиво. На этот тинт помада легла. Правда, девчонки, освежает. Это что-то с персиком оттенок называлось. Точно я помню. Потому что я люблю такие освежающие брать оттенки. И вот она схватывается. Видите, все, она стала матовой, бархатистой. Отпечатывается совсем слегка. Совсем слегка. И она как баркат невесомо на ваших губах сидит. Просвочим. Вот помадка. Фокус, фокус, где ты где? Вот она. Вот он сводч. Вот такой вот оттеночек. Очень красивый фокус. Мне нравится. Мне кажется, это самый удачный оттенок в этой помаде универсальный. Поехали дальше. Дальше взяла новинки из серии Ботаника. Это шампунь и бальзам. Мы возлагали с вами все надежды, что эта серия будет хоть чем-то похожа на Био-Арктик. Я ее тоже очень любила и сожалею, что ее вывели. Шампунь «Зимняя защита для всех типов волос». Артикул 1288. По-моему, он прозрачный, девчонки. Да, он абсолютно прозрачный. То есть даже по тюльбуку видно. По аромату. Даже не пойму, чем пахнет. Клюква-книженика. Ягодный аромат. Ну, парфюмерная душка. То есть он не натуральный, он химозный. Аромат нормальный. Так, и бальзам. Бальзам, вот как он выглядит. Его артикул 1289. Так, товарищи, вы меня тут вместе с лампой двигаете. Зимняя защита для всех типов волос. Он у нас уже белый. И достаточно густой. Смотрите, как он вылезает. Видите? Он густой, он не течет даже. Пахнет так же, как шампунь. Будем с вами в следующем видео вместе тестировать. Надеюсь, понравится. Так, поехали дальше. Средство для мытья посуды, концентрированный гель, яблочко. Потому что он 0+. Я беру то средство, которое 0+, потому что мои бутылочки соски. Не стало брать детское. У нас есть 0+. Одно. 100 бутылок не хочу наставлять. Смотрите, какую яркую упаковку сделали. Раньше яблочко было побледнее упаковочка. Я первый раз, по-моему, после перевыпуска беру яблоко. С энзимами написано у нас здесь с вами. Артикул 394. Яблочко, оно всегда было жиденькое. И здесь оно жиденькое. Прямо вот так вот быстро переливается. Вы не видите флакон белый? А я немножко вижу. Оно, по крайней мере, у меня из тех, что я брала, было самое жидкое. Но оно мне все равно нравится. Сочным зеленым яблочком пахнет. Такой вот светло-зеленый оттеночек. Пенится оно замечательно. То, что будет быстрее других кончаться, потому что пожиже, да? Я на это внимание не обращаю. Я люблю их часто менять, потому что один аромат приедается. С этим все нормально. Так, дальше, девчонки. Сейчас я достану еще три пачки салфеток, чтобы они нам с вами не мешали. В счет фактура. Взяла вот такое жидкое мыло. Витамонию на кухню поставить манго и папайя. Обожаю этот аромат именно. И витамония мне руки не сушит. Здесь витамины А, Е, П, П, Манго и папайя, артикул 2365. Обалденный аромат. Если любите вот аромат манго, то вам понравится однозначно. Он чудесный, на самом деле. Чудесный. К мылу не таких нареканий. Беру частенько. Еще одна. Сколько я их взяла-то, господи. Много. Как всегда взяла в запас порошок, потому что уже заканчивается. Я люблю, чтобы у меня всегда минимум одна пачка стояла в запасе, пока цены более-менее адекватные. Ну и чтобы вдруг неожиданно он не кончился. Потому что стирка иногда бывает раз в три дня, иногда бывает пять раз в день. Универсальный стиральный порошок. Я вам постоянно повторяю. Это горная свежесть. И еще раз сейчас повторю, потому что вопросы возникают все равно, как вы не смеетесь над этим в комментариях. Артикул 323. Здесь 800 грамм. Он приравнивается к 3 килограммам обычного. Он гипоаллергенный. Он в специальных гранулах, которые даже когда вы насыпаете, не вызывает распыление и подходит даже астматикам. Он подходит и для детского белья. Я сейчас крестюшки стираю тоже с вот этим вот порошком. Ничего вообще. После перевыпуска он стал сильнее, он стал мощнее. После перевыпуска белье уже не выглядит застиранным, как было раньше. Цвета яркие. Я им стираю и цветное, и черное, и белое. Все отлично. До перевыпуска я их не любила. Потому что некоторые до сих пор смотрят видео о 20-ка, по-моему, нелюбимых средствах Аберлик. И там был порошок. Это было до перевыпуска. После перевыпуска я его люблю. Он стал лучше. Повторяю. Так, поехали дальше. Что это у меня? А, это мешок для запекания. Девчонки, взяла давно на него, смотрю и решила взять. Запекать картошечку, да запекать все, что угодно можно в этом мешке. Он потрясающий. Я на него видела давно обзоры, но все, как-то у меня руки не доходили его приобрести. Таким, 117,80 его артикул. У нас инструкция по применению прямо на мешке написана. Сейчас я вскрою пакет. Так. Шуршучки. Вот бумажка, вот сам пакетик. Как он выглядит? Слушайте, он достаточно большой, я думала, он будет меньше. Нитки, правда, торчат. Но я думаю, это не критично. Хотя, если ее выдернуть, может разойтись весь мешок. Пока не разошелся, нет. Внутри белая ткань, просто белая ткань какая-то, похожая на хлопок. Я не знаю, что тут в промежутке между этими слоями. Замочка никакого нет, он просто закрывается. Здесь есть такая петелька с одной стороны. А, вот она. Вот петелька, я ее вытянула. То есть его можно куда-то будет повесить. Вот такой вот мешочек. Здесь у нас с вами инструкция. Положите 1-4 помытые картофельные в пакеты, закройте. Мешок поместите в микроволновую печь на 4 минуты. 4 минуты, представляете, как быстро. Аккуратно достаньте мешок. Внимание, горячая пара. Если вы сомневаетесь в готовности продукта, оставьте мешок в микроволновую печи на 1-2 минуты дольше. То есть максимум у нас с вами 6 минут. Это очень быстро, да, когда спешишь приготовить гарнир. Замечательно. В мешке можно приготовить картофель, кукурузу, морковь и другие овощи, а также придать свежесть хлебу. Классно. Мне кажется, вот морковь, свеклу, наверное, будет пачкать мешок. Девчонки, кто мешком пользуется, вы овощи во что-то кладете перед мешком или сразу мытые овощи сюда? Потому что, мне кажется, после каждого применения его необходимо будет стирать. Не оставляйте в микроволновую печь без присмотра. Количество картофелин, мощность печи, все здесь у нас с вами написано. Тоже как-нибудь с вами в каком-нибудь видео протестируем, посмотрим. Мне и самое очень интересное. Знаете, вам поиграться мешок, товарищи мои дорогие. Да, можно ждать в крестьюне, почему нет. Так, девчонки, дальше еще новинки. Серия Эксперт. Белая вот эта вот, это шампунь интенсивное укрепление, тоже было интересно потестить. Шампунь и бальзам. Сзади по-русски, да. Спереди, представьте, по-русски ничего нет. Обалдеть. Вот такие вот они. Шампунь 1898, бальзам 1899. Укрепление это у нас с вами. Нужно, нужно, потому что у меня кончики обламываются, не стриглась давно, все, ращу, ращу, ращу. Не знаю, когда пойду стричься, наверное, после Нового года, перед Новым годом уже. Укрепляет полотно волос, возвращает жизненную силу, насыщает питательными веществами. Понюхаем, посмотрим. Будем тестировать тоже. Но в следующем видео, я не знаю, какой пишите шампунь протестировать вы хотите, быстрее белый или вот этот синенький. Как скажете, так и будет. Шампунь белый. Аромат приятный. Такой приятный, похож на детскую линейку, знаете, вот этот Фоберлик Бэби чем-то. Так, бальзамчик у нас с вами запечатан. Отламываем запечатанную штуки. Бальзамчик, он жиже, чем в ботанике, девчонки. Он растекается. Что-то тоже вот такое, знаете, как бурлящий шар лимонный. Ванилька какая-то с кокосиком, что ли, вот что-то такое. Ну что, будем тестировать. Обязательно оставлю вам свой отзыв. Поехали дальше. Дальше у меня пробник аромата. Уже многие его попробовали, я как всегда что-то забываю заказывать. Футурия. Артикул 407-89 этого пробника. Кто-то хвалил, кто-то говорил, что гадость. Мне интересно. Я отношусь скептически к парфюмам Фоберлик, но в последнее время они стали интереснее. Ой, прикольный. Мне почему-то Эйвен напоминает. Девчонки, кто Фоберлик и Эйвен, скажите, вам не напоминает? Знаете, что напоминает? Эйвен Фаруэй. Серьезно. Очень напоминает Эйвен Фаруэй. Очень-очень. Пока для меня только одна ассоциация. Сейчас посмотрим попозже, что-то будет раскрываться. Заказала кондиционер для белья, восточный пион, ароматерапия. Мне кажется, куда-то все время у меня уезжаете. 11853 артикул. Давно его не брала, он мне как-то сразу не зашел. Думаю, может, еще раз зайдет. Не, ничего такое. Правда, у них ядреные ароматы, что у моей любимой, господи, органы, что у восточного пиона. Они такие яркие, очень яркие от белья ароматы. Поэтому, если вы не любите яркие, вам не сюда. Попробую. Посмотрю, как на белье будут раскрываться. И с флакончика очень даже ничего. Кондиционеры люблю. Они, правда, после перевыпуска стали немножко похуже. Не такое мягкое белье. Но, тем не менее, они работают. За такую цену нормально. Так, хорошая цена была на гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера из линейки Фоберлик Бэби. Артикул 16.44. Пользуемся всей семьей. Я, Ксюшка, Крестюшка, мы все пользуемся вот этой подмывалкой. Никаких нареканий. Великолепные свойства. Деликатные, мягкие, никакой сухости ничего не вызывают. Поэтому я полностью перешла на эти подмывалки тоже. Так, поехали дальше. Каталоги попозже вам покажу. О, новиночки, вкусняки. Соусы. Соусы мы любим, да, котен? Да. Так, они у нас тут раз, два, три. И еще у меня в этом пакетике новинка Бады. Я хотела взять еще грейпфрут, но его не было. Это экстракт черной бузины, девчонки. Вот так он выглядит. Артикул 157.83. Здесь у нас про иммунитет. Здесь тоже про иммунитет. Поэтому интересно, поэтому пропьем. Не знаю, с каких лет. Правда, мне кажется, Ксюша тоже вполне уже можно. Мне кажется, с 8 лет все Бады Фаберлик можно. Но я не считаю те, которые для похудения, да? Состав. Подсластитель. Сорбит, вода. Носитель. Глицерин. Порошок сока плодов черной бузины, получается, на четвертом месте. Экстракт цветков черной бузины. Регулятор кислотности, лимонная кислота, аскорбиновая кислота. Витамин С. С, ароматизатор, консерванты натрия, бензат и калия сарбат. Задержит подсластитель. При чрезмерном употреблении оказывает слабительное действие. Нам это надо. Так, 1 чайная ложка 5 мл продукта. Содержит витамина С 6 мг, что составляет 10% от рекомендуемого уровня суточного потребления. Здесь 8 грамм углеводов на 100 мл продукта. Кто хочет знать. Энергетическая ценность 40 кг. Перед употреблением взболтать взрослым. О, взрослым. А детям. По 1 чайной ложке в день предварительно растворим в 150-200 мл холодной или тёплой воды. Да, я думаю, можно. Смотрите, как заклеено. Она заклеили почему-то как биоси. Вам не видно? Белая полосочка вот тут такая. Как биоси приходит, так же заклеили. Потому что никакой заглушки больше нет. Слушайте, он такой... Будем в следующем видео тестировать. Он вот такой вот, видите, яркий, насыщенный получается. Ой, вкусненький. Как сиропчик. Не, ну мы с тобой попробуем как положено. Мы с тобой попробуем на стакан воды. Одну чайную ложку. И попробуем. А так вкусненький, вкусненький, сладенький. Прям как сиропчик. Так, дальше поехали. Соус пробуем. Первый. Лесные грибы. Здесь хороший состав. Здесь нет сахара. Вот чем подкупают вот эта продукция. Не чая. Соль с пониженным содержанием натрия. И еще здесь коллаген. Коллаген это тоже хорошая вещь. Так, состав. Вода питьевая, масло подсолнечное, подсолнечное, подсолнечное растительное происхождение. Один состав вам зачитаю. Желток яичный, натуральные пищевые волокна, соль с пониженным содержанием натрия, натуральный ароматизатор, грибной порошок и шампиньонов с кусочками натуральных грибов, шампиньонов. Укроп, порошок молочной сыворотки, смесь лесных грибов, шитаки, шампиньоны, белые грибы, регулятор кислотности, уксусная кислота, молочная кислота, натуральный подсластитель, экстракт стевии. Укроп сушеный, консервант сорбиновая кислота, гидролизат, коллагена. Содержит подсластитель растительного происхождения. Пробуем. Я прям так буду пробовать, девчонки. Некогда тут рассусоливаться. Белые грибочки. На, котен, будешь пробовать? Прям белые грибы. Прям вот белые грибы, соус очень вкусный. Грибной. Ммм, какой он вкусный, девчонки. Вот чисто белые грибы, даже шампиньонов не чувствуем. Что случилось? А что происходит? One moment, second please. Соус number two. Сливочный сыр. Артикул сливочного сыра 161,23. Я вам грибы не сказала, но у меня Ксюша уже вынесла. Так, он вот такой вот у нас с вами прям желтенький. Вот это твой соус. Вот за какой? Сырный. Действительно сливочный сыр. Если брать вот эти соусы в упаковочках Хайнс, там и другие, маленькие, которые в Макдонусе, вот этих общепитых во всех, на крышечку. Твой? Сырный, вкусный? Да. Вот, а этот как-то он на вкус понатуральнее, что ли. Тут прям химозный сыр. Здесь поинтереснее. Вкусный, вкусный, девчонки, действительно. Пикантный чеснок. Это, наверное, будет мое. Мой фаворит. Так, артикул 161.24. Погнали. Здесь он такой белесый, с вкраплениями каких-то темных трав, типа базилика, что-то. Это моя история. Ну, вы знаете, нет. Почему нет, он кислый. Он какой-то кислый. Здесь есть какая-то кислинка. Чеснок есть. Чеснок пикантный. Здесь есть какие-то травы, которые дают кислинку. Мне это не нравится. Вода питьевая, масло подсолнечное. Чеснок сушеный, желток. Какие травы? А что это за зелень? Чеснок сушеный, желток яичный, соль. Регулятор кислотности, лимонная кислота. А лук сушеный, петрушка, наверное. Петрушка. Петрушка сушеная. Дальше консервант. Я не люблю петрушку. Нет, я ее люблю. Но вот здесь, мне кажется, она неуместная и дает кислоту. Любим с регулятором кислотности переборщили. Он вкусный. Он чесночный и луковый. Вот эта кислинка, то ли подсластителя здесь не хватает. Из всех трех он мне понравился меньше. Дальше. Палочки. Ватные палочки. Абсолютно экологичные. Артикул 910.254. Сделано в Китае. Так, в мае 2021 года состав, девчонки. Где состав-то, господи? Что за палочки? Бамбук, хлопок, состав. Они вот так запечатаны. Мы с вами их распечатываем. Достаем. То есть у нас палочка из бамбука, а на концах у нас хлопок. Да, это деревяшка. Держи. Правда. Это деревяшка. Вот. Сколько их здесь штук, девчонки? Они не совсем экономичные, я вам хочу сказать. И они у меня все повалились куда-то. Это так всегда, когда спешишь. Вам хочется побыстрее отснять новиночки. Я знаю, вы ждете. Так. 200 штук. Нормально. Слушайте, вот такая вот коробочка тоже экологичная. Палочки классные. Вот это деревяшка, а это хлопок. Ну здорово, слушай, держи. Дай Крестюшке палочку поиграться. Палочка натуральная. Дальше у нас с вами новая тушь из линейки Glam Team. Артикул 5869. Тушь для ресниц Glam Cheek. Очень интересно было потестировать. Я хотя сейчас влюбилась в тушь First in Class, она у меня всегда на ресничках, но я не против потестировать новиночки. Смотрите, какая красивая. Здоровая такая прям, большая. Да, красивая. Прямо такая внушительная. Кисточка у нас с вами не силиконовая, но она такая, знаете, как матрешка. То есть она в середине немножко короче ворсинки, и она слегка изогнутая. То есть вот так вот, видите, она... Ну как в каталоге нарисована. Будем тестировать в следующем видео. Сделаю макияж. Покажу вам ее покрупнее сейчас, как она выглядит. Так вроде неплохая. Вот тушь. Вот как выглядит флакончик. Вот как выглядит кисточка. Смотрите. Так, фокус опять. Куда ты убегаешь все время. Вот такая вот она интересная, да? Интересная такая кисточка у нас с вами. Фокус. Ага. Ворсистая. Посмотрим. Сделаем с вами макияж. Посмотрим, как она поведет себя с ресничками. Интересно. Обещают нам тоже там зауглачную длину, по-моему. И последние две новиночки, девчонки. Будем с вами за неделю молодеть. Это дневной и ночной крем. One Week Miracle. Так. Где дневной, где ночной? Попробуй догадайся. Так, дневной. Нашла. Anti-age комплекс. И у нас здесь с вами SPF 15, что тоже очень здорово. Коробочки не заслюдированы ничем. То есть, хочешь, вскрывай. 0651 дневной кремушек. Такое ощущение, что его и вскрывали. Пластик. Пластик. Все пластик. Такая вот баночка, симпатичная, в принципе. Открываем. Здесь у нас с вами крышечка. Да, крем ничем абсолютно не защищен. Его может вскрыть абсолютно любой человек на пункте выдачи и на складе. Не заслюдированы ни коробки, никак не закрыта баночка. Это очень расстраивает, потому что даже дешевые кремы Фаберлик запечатаны, а крем за полторы тысячи, простите, меня так приходит. Это не дело. Пробуем. Достаточно густой, знаете, такой молочного цвета, с легкой желтинкой, не совсем прям белый. И густой, видите, да? Даже не стекает ничего. Густой. Я буду тестировать, девчонки, всю неделю его обязательно. Только его. Ну и ночной. И буду вам рассказывать обязательно. Потом постараюсь либо в Инстаграм, либо на Ютуб рассказать вам, что, да как, помолодела или нет. Текстура достаточно легкая. Запаха практически никакого нет. Отдушка минимальная. Распределяется хорошо и напитывает. Да, он напитывает. Анти-эйдж, кремы, они все должны очень хорошо увлажнять и иногда даже питать. Здесь это есть. Ручка безумно гладкая. Такое ощущение, что какое-то маслице есть в составе, но она не оставляет никакой липкости. И рука напитанная. Вот пока по ощущениям, девчонки, так. Она напитанная, она гладенькая. Все отлично. А душка минимальная, очень приятная, какая-то цветочная. Я расстроена тем, что крем никак не закрыт был. То есть им могли попользоваться вполне. Несколько раз вполне могли попользоваться. То же самое и ночной. Он никак не закрыт абсолютно. Артикул 0652. Вскрываем. Никак не запечатан тоже. Такая же абсолютно баночка. Единственное, что сзади, вот сзади есть надпись ночной, дневной, и так можно перепутать. Открываем. Такая же крышечка, в которую могли залезть сотни рук. Он уже пожелтей. Вот по нему прямо видно, что он такой желтоватый. Тоже густой. Сейчас на другую руку попробуем. Малыши мои. Так, у меня здесь помада. На другую ручку попробуем. Нет, все-таки кремы за полторы тысячи надо запечатать, товарищи. У Хаберлик я с таким еще не сталкивалась. Даже, ну не знаю, ну все, запечатать. Даже крем для рук приходится с такой вот заглушкой. Ну, следу-то могли уж положить. Так, пробуем ночной. Так же пахнет абсолютно. Ну, по текстуре такой же. Я не знаю, чем они отличаются. Тоже питание чувствую. Прям такое вот. Увлажнение, ручка гладная. Гладенькая, отдушка очень приятная. Но она еле уловимая. То есть ручка гладенькая, все. Все отлично. Ни один из них не вызывает липкости. Все как бы комфортно, все замечательно. Будем с вами в следующем видео тестировать обязательно лице. По парфюму. Фаруэй. Что-то немножко другое. Но очень похож на Фаруэй. Фаруэй он поядренее. А здесь уже аромат такой. Он хотя витает в воздухе. Я машу рукой. Да, он витает в воздухе. То есть он достаточно стойкий. Но мне он нравится. Я вам могу сказать, что мне он нравится. Он очень приятный. Но это прям вот параллель у меня с Фаруэй такая вот провелась. Так, ну что ж. Все, по-моему, мои хорошие, да? А, два каталога. Это новый. Каталоги все толще и толще. Каталог Фаберлик у нас с вами 18. Вот он. И новый каталог, девчонки, должен быть. Биоси. Шестой, по-моему, они его обозвали в личном кабинете. Если вам надо, мы его вместе с вами полистаем. Просто у меня есть отзывы на мало какие продукты. Остальные отзывы это только от моих девочек. Ну и как бы мы с вами практически всем недовольны. Но если хотите, мы его с вами вместе полистаем, пообсуждаем. Если надо, напишите в комментариях. Вот. А так пока на этом все, девчонки. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Ссылка для регистрации. Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем с вами общаться. Подарки сейчас классные у нас. Серия Global Oxygen, да, по-моему, для лица. Подарки обалденные. Каталог короткий. За две недели успевайте сделать, оплатить заказ. И подарок ваш. В общем, я вас всех люблю. Слую. Всем пока-пока. Пока.